На концерте группы Ария мы взяли интервью у одного из организаторов концерта, а именно Арчи Якобсона, который является по совместительству гитаристом группы Лос Капарос. Он рассказал нам о перспективах группы и немного о том и о сём. Итак, что у Капаросов новое? О, про Капаросов я могу сказать действительно, да. Со мной можно назвать? Арию. Гонорар какой? Гонорар Капаросов? Да. Ну от десяти и выше. А чего захотите? Ну не рублей. Шекели? Да, ну есть 10 плюс. За пиво не пою. За пиво? Смотря кому. Я слышал, что на каком-то концерте Илья, по-моему, провокрылась, да? Захотел позвать на какой-то концерт Лос Капарос. Да. Ему загнули такой крутой гонорар. Вполне возможно, да. Да, мы сейчас стараемся вообще в принципе просто, так сказать, установить себе планку такую и с неё не спускаться. Может быть из-за этого мы не выступаем совсем, потому что никто не хочет нам платить такие большие деньги. Правда, вон... Да, нет, ну это открытые, открытые концерты. Да. Ну 8 марта это традиция. У нас 14 числа будет концерт в Барби, опять же. После этого, скорее всего, на самом деле, будет 20 апреля, как обычно. То есть это будет Йома Цмаут, где независимости, а мы, как всегда, делаем концерт на крыше на Флорентине. Ну, то есть мы просто туда приходим, ставим там аппаратуру. И вот мы уже три года подряд сделали. Это будет 4, так же, как и 8 марта. То есть у нас какое-то... Мы так установили эту традицию, как бы, да, и она продолжается. То есть мы просто привозим туда пель, ставим, как бы, ставим бэклайн на крышу. Люди на улице там внизу тусуются. Мы никому особо об этом не рассказываем. Так, только по друзьям. И кто ходит, проходит мимо. А после, в зависимости, там много народу тусуется на следующий день, типа, да. И вот так вот, такой обеденный такой концерт мы делаем. За буквально 2 года, не, может даже побольше. Был этот скачок из такой вот усугубленной, как бы, в собственном кругу русской тусовки, значит, на израильскую публику. То есть был такой вот конкретно резкий скачок в какой-то момент. То есть я помню, был период, когда вы играли в русских клубах, играли у нас на фестивале в рок-клубах. Да. Вот, а потом вот был какой-то такой скачок. Я думаю, что причиной для этого послужило, с одной стороны, как бы, тот факт, что у нас сейчас в группе, собственно говоря, половина музыкантов, они израильтяне вообще, да. То есть и мы стали разговаривать, понятно, ну, везде вообще все стало вдруг на иврите у нас. Вот. Во-вторых, некоторые песни просто за это время, вот эти два, ну, там, может быть, три года на самом деле, да, попали в кучу разных израильских компиляций. То есть вот это Аудаеврит, то, что у нас было, нас пригласили туда, нас пригласили сюда. Каким-то образом нас просто заметили, то есть израильтяне, и начали, как бы, приглашать. Вот. И я думаю, что, может быть, и мы поэтому сейчас. Мы вообще, в принципе, заметили, обратили внимание на то, что у нас все больше и больше стало в зале людей, которые на русском, как бы, не говорят. Си-си-си-си-пи идет на ураду до сих пор? Да-да-да. Си-си-си-пи, ну, это единственное, как бы, да, здесь все-таки ничего не поделаешь, да, это единственная песня, наверное, которая на сегодняшний день, она играет на радио, как бы, да, и там ее более-менее как-то знают. А на галагаладе он находится? Она везде играет. На галагаладе играет. На галагаладе? Конечно, да. А, и что стоит за этим клипом? Немножко пару слов о клипе, где он может посмотреть? Клип можно посмотреть на Ютьюбе, конечно, да, то есть это легко вообще, абсолютно. Ютьюб, Лоскопарус, у нас есть свой канал такой там, который можно спокойненько там посмотреть все наши выступления. Вот. А клип, в принципе, у нас был вообще, у нас был сценарий совсем другой, мультипликационный, который из-за того, что это очень дорого, мы, как бы, никогда так и не смогли, собственно говоря, сделать. А человек, который пришел, Томир Рубинс, он просто проявил инициативу абсолютно невероятную, да, и он построил все, что вы видите в клипе, все, что вы посмотрите, если вы увидите в клипе, вся декорация, которую он построил, он построил сам из картона. И он просто, ну, он как-то с душой к этому делу подошел, минимально, то есть не беря за это деньги, мы только оплатили там какую-то аппаратуру, которую нужно было снять. И идея это была его, мы, конечно, сели с ним, немножко ее подработали, где-то что-то, попытались, как бы, свои какие-то мысли сделать, но, в принципе, это его идея, как бы, как это сделать, и что это будет, и как, и все, поэтому это его... Уложение от этого, кстати, есть, от этого есть? Ну, да, но я думаю, что, как бы, на данный момент, из-за того, что мы, вот, все-таки, мы столько лет уже играем более-менее такую, одну и ту же программу, и у нас новые песни, они вроде появляются, но не так, чтобы мы вот оставили все, что мы делали до этого в стороне и сделали новое. Это было бы хорошо, конечно, у нас просто все постепенно, как-то так, незаметно, как бы, да, новые вещи добавляются, добавляются. Мы хотим сделать перерыв и просто взять и, вот, ну, проработать до конца второй альбом, чтобы там было даже, там, не 12, не 15, а 20-25 песен, из которых можно было бы выбрать все, что мы хотим, чтобы получился полноценный, нормальный, как бы, альбом. И вот, ну, вот это основная задача сейчас для нас. А что у вас цветует Сумилиан Брум и Ломин? А, нет, ну, это мы просто, так как на 8 марта мы хотели сделать подарок женщинам, как бы, да, Марина, она, так сказать, яркий представитель, в общем, ну, творческого, творческий представитель женского пола, так сказать, да, и мы очень, ну, она замечательная певица, и все там тоже, прослышали мы про нее еще в те времена, когда она была в, там, Кухов-Нулат, вот. Ну, и как-то так, да, получилось, что подумали, мы всегда думаем, кого бы нам привезти, мы стараемся всегда, то есть мы сделали, на самом деле, я думаю, на сегодняшний день, если мы возьмем и сделаем сборник наших каверов, которые мы сделали с израильскими артистами, то можно сделать целый альбом, наверное, записать. Потому что у нас есть и Дори Бензеев, и кто-то у нас еще есть, и Томир Йосеф, и Ошик Леви, и вот Марина Максимилина, ну, мы сделали немало. Вот такая вот связь. У нас есть новая песня на иврите, и мне интересно, диск, который вы, это все песни будут на иврите, то есть вы собираетесь полностью переходить на иврите? Нет, ну, у нас нет, мы не ставим такой задачи, мы не ставим, мы не ставим такой задачи совсем, нет, но, в принципе, просто что пишется, то и пишется, да, получается, песни больше на иврите, у нас как-то естественно эта трансформация происходит. Будут песни на английском, будут песни на русском альбоме, будут песни на иврите, будет намного больше песен на иврите, чем в первом, у нас есть только одна песня такая в первом альбоме, будет намного больше песен. Две, да, сейчас уже есть «Нахуляем» этот кавер. Но будет больше, и уже оригинальных наших песен, просто потому что они написались, потому что они уже есть, как бы, и посмотрим. Планируете ли какие-то сделать тур? Мы планируем, да, у нас 10 человек, и никто не готов просто вообще оплатить нам дорогу, потому что слишком все дорого. Но со временем, да, но на самом деле у нас планируется сейчас поездка в Францию, и да, в июне, так что... А теперь мне пора от своих дел перейти к работе. Окей, спасибо, счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.